Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpy. Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют, согласно сайту CoinGecko. И здесь наблюдается серьезный обвал рынка за последние 24 часа. И, конечно, все это произошло тут несколько минут назад. Соответственно, Bitcoin уже торгуется на отметке 6445 долларов за нацифровую монету. На самом деле, на некоторых биржах я увидел, что цена упустилась ниже психологического уровня 6000 долларов за нацифровую монету. И на самом деле, все, ну вот видите, уже 6100. То есть, тут цена очень быстро меняется. Что я хочу сказать? Что весь рынок находится уже в красной территории. Происходит солидное снижение. На самом деле, я хочу сказать, что всего лишь несколько минут назад, ну полчаса примерно назад, когда я проводил этот обзор на русском языке, цены пока еще были другими. Давайте даже вам покажу, что вот мы когда смотрели, тут там цена была 7254 у биткоина. То есть, цена практически изменилась. Вот здесь видно 7254. То есть, я хочу сказать, что вот это снижение произошло вот несколько минут назад. И на самом деле, конечно, я зашел на разные форумы, на разные источники для новостей, посмотреть, кто что предлагает, то есть, почему вот это снижение происходит. Я ничего интересного не нашел, на самом деле, на данный момент. Не знаю, если есть какой-то уникальный для биткоина информации, там, чтобы событие, которого действительно смогло объяснить вот это сильное падение. Но я пока еще ничего интересного не смог найти в новостях, если так могу сказать. И на самом деле, вот он практически график биткоина. Вот оно, это снижение, кто там, ну до какой цены практически выпускался биткоин. Сколько получается? 5550. То есть, 5550. Что хочу сказать? Значит, на данный момент нет объяснения такого хорошего. То есть, я не нашел в разных источниках. Но у меня есть свое собственное предположение. Я в известной степени его ожидал. То есть, предполагал, что по биткоину мы можем увидеть либо в последнее время некое такое коррективное движение, либо замедление роста. Но я пока еще воздержусь это говорить. Скорее всего, об этом я завтра поговорю. То есть, поделюсь своим взглядом, почему это произошло. И об этом я уже недавно говорил, что для меня есть такие события, которые, я предполагаю, что могут повлиять негативно на цену биткоина. На самом деле, я это говорил и в прошлом году. То есть, может быть именно эта причина по поводу снижения цены биткоина и та паника, которая переносится на весь рынок. На самом деле, здесь уже хорошо виден вот этот нисходящий канал, что он возобновился. То есть, условно, вот к каким уровням может приблизиться биткоин. То есть, он спокойно может нырнуть вот эту яму, в которой находился ранее, то есть, в ближайшие месяцы. То есть, вот чисто графически. Но я это буду обсуждать уже в понедельник, когда буду анализировать график биткоина. Итак, то есть, еще один раз по поводу рынка я поделюсь своим взглядом завтра, потому что хочу более детально ознакомиться в течение дня, где что происходило, вдруг сейчас появляется и не выходит некая важная информация, которая пока еще не везде опубликована. И, может быть, люди о ней поговорят в течение дня. И тогда хочу сформулировать более четко свое видение. Но у меня есть одно предположение. Если не появится какая-то дополнительная информация, я буду, я, скорее всего, для себя сделаю вывод, что именно это двигатель для этого снижения. На самом деле, сегодня я хочу проанализировать цену трону, потому что в понедельник я анализировал цену биткоина, потом я анализировал цену стим, вчера я анализировал цену EOS. На прошлый день я анализировал Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Litecoin недавно. Поэтому давайте мы проанализируем трону, потому что в известной степени трон уже частично имеет некое влияние на людей из стима. То есть мы знаем, что большинство людей из стима уже комментируют и трон из-за вот этой драмы вокруг Джастина Сана. И я хочу сказать, что давайте проанализируем и цену трона. Мне самому очень интересно, что там есть, какова ситуация на графике. И на самом деле ситуация становится на графике трона очень интересной. Вот она текущая цена трона. Один цент, грубо говоря, и там один цент и восемь десятых цента, то есть 0,1. Ну вот видно цена вблизи одного цента. Итак, вот он график, дневной график. Тут очень много интересного. Я вернусь в дневную графику, и оно происходит вот это самое интересное на фоне вот этого падения на рынке криптовалют, которое происходит. Но я начну с месячного таймфрейма, и потом мы вернемся. График трона. Конечно, мы знаем, что трон появился в качестве криптовалюты в первой половине 2018 года. Я штатно тогда это все следил. Они отделились от Ethereum, мы знаем, от блокчейна Ethereum, поскольку, я помню, это было в первой неделе июня, если не там от 1 до 10 июня, если я не ошибаюсь, но я помню, что именно тогда уже Token отделился и сделал свой собственный блокчейн. И, соответственно, вот он график, мешный график. Что у нас интересного? Падающая звезда в середине прошлого лета. Падающая звезда, вот эта свеча, которая считается хорошим таким разворотным сигналом и указывающим на снижение. Но только если после этого следует медвежья свеча, и она подтверждает этот разворотный сигнал. На самом деле, в середине прошлого лета эта свеча подтвердилась медвежьей свечой, которая на самом деле совершила не только подтверждение негативного сигнала падающей звезды, но и совершила и медвежье поглощение, которое подтолкнуло еще цены вниз. То есть, здесь очень хорошая такая разворотная формация. Схожая формация практически и в данный момент рисуется. Вот она. Тут был отскок в начале года, в начале января. Падающая звезда. Вот она хорошо видна, вот эта падающая звезда, которая кажется, что подтвердится текущей свечой, потому что месяц марта, конечно, пока еще не закончился. Но вот это сильное снижение, которое происходит, если оно сохранится даже в текущем виде, вот оно мощное медвежье поглощение, то есть медвежья свеча, которая подтвердит падающую звезду, то есть это уже продолжение вот этого негатива. То есть на тяжелых таймфреймах, здесь на графике трона, где бы то ли мы ни посмотрели, получается, что одни негативные формации. Плюс даже в 2018 году, вот оно и медвежье поглощение. Бычья свеча, потом медвежья и вторая, которая вместе вот эти две свечи поглощают хорошо, можно сказать, основную часть тела бычьей свечи. То есть тут медвежье поглощение, тут падающая звезда с медвежьим поглощением, тут падающая звезда с медвежьим поглощением. Но кажется, что тут одни медвежья сигналы. Конечно, трону в известной степени не повезло, что он появился в 2018 году, и в 2018 году именно в начале начался вот этот медвежий тренд. То есть он все время находится в медвежьем тренде рынок, и поэтому это сказывается негативно на цене трона чисто из-за корреляции. Но вот то, что я хотел прокомментировать на месячном таймфрейме. Что у нас на недельном таймфрейме? Схожая ситуация. Молот в конце декабря, начало череды свечей, у которых в основном были повышающиеся минимумы и максимумы, потом формируется падающая звезда в самом конце или на пике вот этого движения вверх, потом медвежья свеча, которая подтверждает падающую звезду с разворотной свечью, и вот эта череда медвежьих свечей, у которых локальные максимумы и минимумы снижаются. На самом деле это говорит о том, что медвежий настрой сохраняется, медвежий тренд продолжается. То есть на графике получается трона на данный момент и на недельном таймфрейме идет череда из медвежьих свечей, которые имеют снижающиеся максимумы и минимумы. Это подтверждает негативный настрой. Итак, самое интересное оно на всех таймфреймах, но будет хорошо видно на дневном таймфрейме, потому что сам по себе график трона не настолько длинный, потому что он появился, грубо говоря, в первой половине 2018 года. Поэтому на дневном таймфрейме мы все это хорошо отметим и обсудим. Итак, локальное дно. Локальное дно, которое сформировалось в конце прошлого года, которое было уже и в сентябре прошлого года, и которое практически было локальным минимумом на графике трона в конце 2018 года, когда в целом рынок, мы знаем, что хорошо нырнул тогда. То есть мы, если посмотрим на график биткоина, мы знаем, что тогда практически был один из локальных минимумов. То есть вот он практически сейчас, увидите, вот он практически 2018 год на графике биткоина. И вот, конечно, в это время трон находился вот здесь. Сейчас я к чему? То есть почему я это объясню? Это самые низкие локальные уровни, которые примерно находятся в одном и том же диапазоне или рейнже. Вот они практически. И мы сейчас уже заходим в этот рейнж. То есть трон на данный момент уже обновил, получается, на фоне сегодняшнего падения, которое произошло несколько минут назад на рынке. Это самые низкие цены, которые трон когда-то имел. То есть это текущий минимум уже обновил, ну, условно, предыдущие минимальные уровни. И также обновил предыдущие минимальные уровни, которые были в 2018 году. Но если перейти к линейному графику, мы должны понимать, что это условно та же самая зона. То есть мы сейчас находимся в этой зоне, которая практически, по сути, является поддержкой для цены трона. Но в реале, если цена сможет пробить эту зону, если цена трона пойдет вниз, то есть пойдет еще вниз, нырнет вниз, окажется, что, ну, это не должно произойти там в течение дня, какой-то нижняя тень свечи и потом отскок. Если это сохранится там недели, 2-3 месяц, то есть уровни, которые будут ниже предыдущих вот этих минимумов, то есть ниже вот этой зоны, которую я нарисовал, получится, что это открывает путь к серьезному снижению с точки зрения технического, графического, свечного анализа на графике трона. Потому что это обновление всех минимумов, это пробитие зоны поддержки, продолжение медвежьего настроя, которое может, по сути, будет продолжаться и будет рисовать уровни ниже, чем вот эти локальные минимумы или экстремумы. Соответственно, на данный момент получается так, что трон находится в очень хорошем медвежьем тренде. И если вот эта зона поддержки не сработает и от нее не сможет отскочить трон, то получится, что и если наоборот будет дальнейшее снижение, которое пробьет вот эту зону, это расширит медвежьи настрои и, соответственно, трон попадает в очень плохой, сильный, негативный тренд. То есть тогда уже там медвежий тренд сложнее остановиться, чем если сейчас отскочит цена. То есть это очень интересная ситуация, очень критический момент для цены трона. И, соответственно, я буду за ней следить, потому что мне самому интересно, что здесь будет происходить. Конечно, заранее я хочу сказать, что у меня криптовалюты трон нет, но это не значит, что я не буду следить за графиком. Итак, поделитесь своим взглядом также по поводу цены трона и, конечно, по поводу ситуации на криптовалютном рынке и что происходит в качестве комментариев ниже этого видео. А так, по-любому, я всем желаю удачи на финансовых рынках, хорошего дня и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был EdCryptospa. С вами был Игорь Негода.